приветствую вас дорогие мои умны с вами опять я татьяна шаманова сегодня у нас будет прогноз на октябрь месяц какие же главные события вас ожидают в этот период давайте будем смотреть итак начнем как вы будете ощущать события так и будете воспринимать первый вопрос который я спрошу у карте так дома дома жезлов ну вы уже думаю поняли что в принципе ощущение у вас будут приятными вы как зажигалочка будете то есть у вас будет ощущение что надо что-то быстро сделать организовать сообразить и будет ощущение что и идеи прямо прямо вот фонтанирует у вас фонтанирует кроме того возможно будет ощущение что рядом находящаяся с вами женщина будет полезно вам для каких-то дел может для работы может быть и для отношений не суть важно тут у каждого будет свое но тем не менее будет ощущение что нужно присмотреться прислушаться войти может быть в партнерство или подружиться познакомиться ладно идем дальше конфетки какие конфетки вас ожидают ну троечка мечей вроде бы как не похоже на конфетку согласитесь да мы тут видим разбитое сердце печаль грусть на лице девушки вот у меня такое ощущение что возможно с конфеткой будет связано расставание с кем-то да с кем-то то есть с человеком который для вас уже ну как знаете пролистанная страничка почти прошлое то есть человек который уже не приносит что-то приятное или доброе вашу жизнь вот с одной стороны жалко расставаться есть конечно печаль того что столько времени потрачено да высказано доверие а тут понимаешь раз два и как говорится надо прощаться с этим человеком может быть он сам уходит этот человек а может быть вы примите решение и это будет для вас освобождение освобождение от этого груза от этих отношений может это будет связано друзья мои не просто не с человеком допустим а с вашей внутренней грустью может быть даже с какой-то болячкой вполне возможно друзья мои да то есть как бы будет найдено решение что да ставим точку и все меняем да будет грустно печально в каких-то случаях больно но тем не менее это такая знаете горькая конфетка вот пьем же мы таблетки правильно они горькие они противные но надо надо да вот как как это воспринимать конфетка или не конфетка с одной стороны конфетка потому что появляется надежда что станет лучше что выздоровеешь так и с людьми с расставаниями ну ладно что-то я отвлеклась я думаю вы поняли так поняли намек что такая у вас конфеточка необычная так а что у нас занозой девятка мечей действительно заноза потому что мечи они очень хорошо напоминают занозу да ну здесь мы в общем то видим продолжение продолжение темы вот заноза будет состоять в том что волнение бессонница напряжение авралы выяснение отношений вполне возможно беспокойство за какое-то дело беспокойство за какое-то решение беспокойство от получения какой-то информации вот такая заноза интересно главное конфетка и не заноза у вас выпали меч нос нами но 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 не стоит переживать потому что посмотрите какие у вас будут ощущения то есть будет тут больше вот как то идет освобождение но вот у меня такое ощущение и очень сложно вычленить чего больше конфетки или заноза она вот идет вот ну вот как говорят все что не делается все делается к лучшему да чтобы так сказать сделать себе лучше нужно пройти ну какие-то испытания да сделать себе не совсем комфортно выйти из зоны комфортно как сейчас говорят что-то типа этого поэтому пожалуйста вы себя не накручивайте вы себя не не взвинчивайте а спокойно спокойно друзья мои и все будет порядке ну ладно теперь давайте посмотрим что будет происходить в основных сферах вашей жизни начнем с деловой сферы опять ничьи пятерочка мечей но о чем тут речь если вы приклетитесь на картинку карты вы увидите что человек кого-то победил выстоял в какой-то трудной ситуации провел какой-то неприятный разговор выяснил отношения с кем-то ну в данном случае тут речь идет о деловых отношениях может быть на работе в бизнесе но может быть и в каких-то домашних делах там тоже дел то хватает согласитесь да но здесь вроде бы знаете как придется пройти пройти некий путь некий этап трудный но необходимый дальше знаете путем не получения определенной какой-то выгоды до особенно материальные выгоды но вот надо да вы от этого как говорится ничего можете не получить но точки над и расставить и ну допустим допустим друзья мои поругались с начальником вот в пух и прах да доказали ему свою правоту эту правоту признали но начальник не захотел с вами дальше работать и сказал что все нам надо расстаться увольняйтесь вот да с одной стороны вы добились правды справедливости вот но с другой стороны вроде бы как потеряли работу вот пожалуйста то же самое допустим в каких-то контактах с кем-то поссорились кого-то поставили на место а это часто бывает друзья мои вот ну вроде бы ничего так сказать не выиграли но 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 эта история и эти отношения уже не будут такими какими были они не будут вам мешать они не будут вам препятствовать эти отношения не будут вам вредить понимаете вот вот может быть это связано допустим ну с какой-то работой если касается дел домашних да вот там тоже там тоже выяснение отношений по поводу ремонта вы настаиваете что ремонт нужен вот а ваши члены семьи говорят нет не хотим но вы доказали им что все таки ремонт нужен они сказали ладно тогда делай сама вот что то в этом роли ну тем не менее тем не менее мы здесь видим напряжение вот это самое главное в деловой сфере напряжения связано с какой-то сложной ситуацией из этой ситуации вы выйдете ну даже может какой-то ценой потери или не удовольствие но тем не менее вы из нее выйдете так как сложно у вас все умный вообще ладно что с финансами может здесь без мечей ну слава богу паш чаш красота ну во-первых сразу же сразу же идет ощущение защиты финансовой поддержки финансовой партнерство с кем-то да получение хороших новостей касающихся денег может с вами рассчитаются по долгам может вы рассчитаетесь по долгам может вас кого-то из вас повысят по работе да пусть увеличат вам заработную плату или бизнес у вас перейдет на новый более высокую ступень финансовую ступень вот ну новый партнер может появиться друг соратник может быть новый появится партнер по бизнесу почему бы и нет для кого-то это возможно кто-то из членов семьи начнет приносить денежку домой да начнет зарабатывать где-то вот и это может кому-то денежная помощь придет от детей ну может быть и вы кому-то будете помогать под обороте душевной скажем так да вот каким-то образом благоприятная карта здесь только можно порадоваться идем дальше что тут у нас с отношениями о карта сила кто в доме хозяин так и хочется сказать но это касается пар пар у кого как говорится есть вторая половиночка когда будете перетягивать вполне возможно одеяло на себя или тянуть как говорится веревку в свою сторону настаивать на своем заставлять свою половинку агитировать на что-то в общем вот так вот но 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 не исключено что карта показывает очень страстную страстный точнее период в вашей жизни интимный конечно период поэтому тут и есть и плюсики есть и минусики что касается свободных ну тут друзья мои не исключено знакомство знакомство с очень таким темпераментным партнером или партнершей но в любом случае будет интересненько будет очень интересненько ладно теперь давайте спросим совета уракула затмения что же он вам посоветует в такой непростой период прямо напряженненький период но как говорится это не есть плохо иногда это необходимо дельфин ну дельфин что что может нам говорить эта карта свободное плавание друзья мои намек намек наконец-то поднимитесь решитесь на то что давно вы намерены были сделать о чем мечтали что хотели вот будьте свободны как рыбка будьте даже нет мыслите масштабно ведь океан дельфин плавает в океане где много-много воды много простора и на это тоже намек выходите из тех границ которые вы на себя навесили которыми вы себя оградили вот у меня такое ощущение но 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 сами приглядитесь к этой карте у вас могут появиться совершенно другие ощущения и они будут правильные вот такой интересный месяц у вас получился мои хорошие я желаю вам всех благ здоровья благополучия и до новых встреч и до новых встреч